Год спустя и снова на Дипусе губернатор региона вновь с рабочим визитом посетил Верхневолжский сервисный металлцентр, специализирующийся на выпуске продукции из металлопроката для строительной, автомобильной, топливно-энергетической и электротехнической отраслей. В этом году здесь идет широкое строительство. Расширяют три цеха и один создают с нуля. Партнеры из Кореи собирают линию по поперечной резке металла. Она позволит увеличить объемы производства. В данное время мы выпускаем тысячу тонн листа. С вводом в эксплуатацию новой линии наши объемы увеличатся на 500 тонн в месяц. Это будет линия, которая непрерывно будет рубить лист и не останавливаться на какие-то вспомогательные операции. Процесс производства будет непрерывным. Откроют здесь уникальную для нашей страны линию по производству сварного и решетчатого настила. Техника будет австрийского производства. В полную силу линия заработает к концу следующего года. Это еще один цех, в котором установят новое оборудование для продольной резки металла от 0,2 до 1,5 мм. Необходимо оно для переработки рулонной стали. Производительность увеличится до 9 тысяч тонн готовой продукции в месяц. Подготовка фундаментов. Копают технологическую яму глубиной 16 метров. Но она необходима для производства, компенсации петли на тонких металлах. Это лента для разных заказчиков. Кто-то использует для изготовления металлической мебели, кто-то для профилей оконных. То есть, эта продукция разнообразна, заказчиков много. Ихняя тоже продукция разнообразна. Благодаря новым линиям и цехам на предприятии появится около 150 новых рабочих мест. На Дипусе реализуется масштабный и дорогостоящий инвестпроект на сумму в 1,5 млрд. рублей. Летом удалось договориться с фондом развития промышленности, федеральным фондом развития промышленности. Полмиллиарда профинансировал фонд развития промышленности. Поэтому очень хорошо, что этот проект случился. Как вы видите, что-то уже какие-то линии смонтированы. Что-то в процессе. Проект растянут на два года. Но, тем не менее, конечно, для области это важное предприятие. Хорошо, что такие проекты реализуются. Станислав Воскресенский отметил, что предприятию необходимо помогать, что и уже было сделано. К землям компании присоединили территории разорившегося соседнего предприятия, что позволило увеличить мощности. В настоящий момент обсуждается возможность реализации еще одного крупного инвестпроекта.